всем здравствуйте тема нашей сегодняшней лекции революция 1905 года в россии план первый пункт кровавое воскресенье второй пункт развитие революции третий пункт политические силы четвертый волнение в армии на флоте и пятый пункт манифест 17 октября 1905 года 9 января 1905 года священнослужитель георгий аполлонович гапон организовал 200 тысячное шествие народа к зимнему дворцу шествие было похоже на крестный ход люди несли хоругви кресты иконы и конечно портреты императора но главная цель этого шествия несмотря на все его миролюбие видимо очень испугала власть люди несли николаю второму петицию содержащую радикально экономические и политические требования народ требовал отмены выкупных платежей и еще тогда отмены косвенных налогов созыв учредительного собрания на основе всеобщей тайной и равной подачи голосов независимости от сословий ответственность министров перед народом ну то есть изначально перед учредительным собранием введение основных политических свобод и в ответ на мирную просьбу пойти по пути к равноправию власть решила применить силу по приблизительным подсчетам погибло от 130 до 200 человек от 500 до 700 получили ранения и несмотря на споры кем был гапон идеалистом или провокатором именно жесткие даже жестокие действия власти и нанесли по ней непоправимый удар вера в царя угасла а возмущение народа охватила всю россию так началась первая русская революция и начало конца российской империи события 9 января в петербурге вызвали невиданный до сих пор всплеск забастовок уже в январе 1905 года бастовала 444 тысячи человек а в январе марте число бастовавших выросло до 810 тысяч от экономических требований рабочие все чаще стали переходить к политическим в городах начались массовые демонстрации митинги в чите 28 января забастовали рабочие главных железнодорожных мастерских и депо стачка продолжалась три дня 15 марта рабочие читинских железнодорожных мастерских уже требовали повышения заработной платы на 50 процентов и установления 8 часового рабочего дня в итоге заработная плата была повышена а рабочий день сокращен до 9 часов вслед за рабочими крестьянские выступления охватили до 20 процентов уездов европейской части россии в забайкале как ни странно рабочих поддержали забайкальские казаки митинги и демонстрации протеста против жестокости русской власти и в поддержку русских рабочих прошли по европейским странам власть растерялась и пошла на уступки николай второй под давлением министра земледелия ермолова и министра финансов каковцева был вынужден вернуться к вопросу реформ 19 февраля на имя нового министра внутренних дел булыгина был отправлен рескрипт обещавший привлекать достойнейших доверием народа облеченных избранных от населения людей к участию в предварительной разработке и обсуждению законодательных предложений в ходе событий зимы и весны 1905 года в россии на арену выходят новые политические силы бывшие до этого на нелегальном положении традиционалисты во главе с владимиром андреевичем гринмутом и львом александровичем тихомировым выступали против революции и стремились приструнить демонстрантов увещеваниями о незаконности и зле революционной стихии либералы наоборот стремились к формированию широкой оппозиции государственной власти пётр борисович струевый призывал объединиться интеллигенцию и народом и земствами основными требованиями либералов были наделение крестьян землей за счет государства церкви и помещиков создание независимых рабочих профсоюзов в мае 1905 года собранные либералами съезд направил к царю депутацию призывающую без замедления созвать народных представителей и обновить государственный строй не получив ответ от правительства либералы начинают действовать более радикально павел николаевич милюков открыто требовал немедленного устранения захватившую власть разбойничьей шайки и созова учредительного собрания социалисты разделились по двум направлениям меньшевики во главе с юлием осиповичем мартовым стремились к созову всенародного учредительного собрания а большевики во главе с владимиром и лечом лениным к революционно-демократической диктатуре пролетариата и крестьянство растерянность власти и активизация политических партий углубляли революционное движение празднование 1 мая вылилось в массовые манифестации охватившие 142 промышленных центров в том числе и основные депо и мастерские забайкальской и амурской железных дорог рабочие повсеместно начинают формировать свои органы власти получившие название советы рабочих депутатов 3 июня 1905 года вспыхнула восстание на броненосце потемкин что стало знаком присоединения к революции и армии с октября по декабрь 1905 года вооруженных силах произошло более 89 выступлений в чете в это время также очень неспокойно но главную роль в революционном настрое там продолжают играть железнодорожники 22 ноября на собрании в читинских железнодорожных мастерских создан совет солдатских и казачьих депутатов куда входят представители и читинского гарнизона рабочие вводят 8-часовой рабочий день а 24 ноября в чете происходит пятитысячная демонстрация под охраной рабочей дружиной из тюрем освобождаются политические заключенные рабочие получают доступ к оружию находящемуся в вагонах на станции чита главное и чита дальний вокзал а это более 4000 винтовок также они начинают выпускать собственную газету забайкальский рабочий проводят второй съезд забайкальских профсоюзов железнодорожных рабочих но празднику рабочих и служащих забайкальской амурской железных дорог довольно быстро закончился в январе 1906 года к чете из манчжурии направляется карательная экспедиция под командованием генерала ренин кампфа в нее входил наиболее боеспособный батальон пехоты с пулеметами наилучшим образом проявивший себя в русско-японской войне то есть против рабочих забайкальской и амурской железных дорог была направленная лучшая из близлежащих военных частей и один из самых наиболее проявивших себя во время боев командиров на встречу ему запада под руководством миллер закамельского по трансибу наступал специальный отряд созданных из наиболее лояльных режиму императорских гвардейцев совет рабочих солдатских депутатов решил не сопротивляться и перейти к подпольной борьбе для избежания ненужных жертв ренин камп вошел в чету руководители восстания были в итоге задержаны и расстреляны приказом военно-полевого суда все рабочие и служащие читинских мастерских и депо должны были быть уволены и объявлен новый набор такие действия военных явно ввели катастрофе на забайкальской железной дороге но тут ее не произошло почему потому что скорее всего руководство трансиба ну и забайкальской железной дороге требования военных проигнорировала то есть людей из депо из мастерских железной дороги никто не уволил этот факт подтверждается например тем что когда войска ренин хамфа входят в чету местные анархисты забаррикадировались на вокзале чита главное и попытались оказать вооруженное сопротивление так вот один из этих анархистов которые в ходе этого сопротивления был ранен ефим евдокимов тогда числился учеником слесаря главных железнодорожных мастерских чита дальний вокзал и самое интересное что несмотря на вооруженное выступление после ухода ренин кампфа он продолжает числиться на этой должности в дальнейшем становится слесарем и активно по данным жандармерии ведет революционную пропаганду за что он был отправлен солдаты в иркутск ну и кстати в дальнейшем он потом становится одним из кавалеров ордена красного знамени и членом чека о гпу но 39 году он был расстрелян попал под сталинские репрессии какие же требования были у восставших как и рабочие по всей россии забайкальские железнодорожники требовали равные политические и гражданские права проведение выборов в думу на основе всеобщего прямого равного тайного голосования но власть не хотела делиться с народом хотя попытки явно были к октябрю 1905 года перед николаем вторым стало два возможных варианта дальнейших действий первое действие введение военной диктатуры или второе широкие либеральные реформы на втором как раз и настаивал сергей юлевич витте под давлением которого николай второй подписал манифест 17 октября 1905 года манифест объявлял о необходимости даровать населению незыблемые основы гражданской свободы неприкосновенность личности свободу совести слова собраний и союзов он расширял состав думских избирателей также все законы должны были быть одобрены государственной думой государственная дума также должна была контролировать министров но в манифесте не было ни слова о том за что еще когда-то боролись древние греки о равноправии что в свою очередь готовила почву для дальнейшей революционной борьбы